И с протоном, в частности, и с космической российской отраслью в целом ситуация абсолютно понятная. То есть мы сейчас не выходим из состояния с колен, что называется, а мы падаем с того пика, который был достигнут в развитии этой космической отрасли во времена Советского Союза. То есть с 30-х годов Королёв со своими соратниками жил в проголодь, в дощатых бараках. Они всё это строили, в конце концов построили, вывели первого человека в космос. Мы закрепились в космосе, и теперь мы просто падаем вниз. То есть если мы поймём, что происходит, вот именно в такой диаграмме, то тогда вопросов лишних возникать не будет. Мы сейчас вышли где-то на этап 50-х годов, взрывы на космодромах. Мы помним, как сгорел маршал Неделин на космодроме. Сегодня даже и близко таких специалистов нет. Мало того, всех поувольняли во время этих последних неудачных провальных пусков. А сейчас вообще, на мой взгляд, не осталось людей, которые хоть что-то соображают в этой сфере. И чем дальше, тем их будет меньше. То есть их меньше с каждым часом. Поэтому если стоит у правительства задача на повестке дня, чтобы выправить, отрихтовать эту отрасль в позитивном смысле, а ещё какую-то партию специалистов исключить, то там исключать больше некого. Что касается структурной, системной составляющей, о том, что сейчас говорят, что нужно создать некую корпорацию единую, мы и после предпоследнего неудачного пуска, и до того, мы уже слышали о том, что вот эти вот пертурбации, рихтовки происходят. И позитивного результата от этого нет. Поэтому, мне кажется, это происходит от замешательства, от того, что нет решения определённого, как действовать дальше, и от непонимания того, как я уже сказал, а на какой точке ситуации вот этой негативной мы находимся. Поэтому здесь нужно действовать достаточно решительно, хотя решительности ждать сложно от действующего правительства. Раньше, например, в Советском Союзе эта проблема решалась через расстрелы. Это многим не нравится, но у нас страна, если так можно выразиться, это мой афоризм, устала без расстрелов. То есть у нас люди не боятся ничего, поэтому такие сложные отрасли не работают. Финансовые рычаги здесь ни в коей мере не могут оказать влияние на успех этих проектов.